всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду есть германии такая интересная выпечка брецель называется эдакий крензель говорят он бывает и сладким и соленым я пробовал только соленые так вот интересен он тем что брецели перед выпечкой погружают в раствор соды и посыпают крупной солью я попробовал по такой схеме булочки печь мне очень понравилось короче сегодня хочу приготовить очень интересные на мой взгляд булки начну с теста в муку высыпают дрожжи немного сахара чуть-чуть соли перемешать и можем добавить воды а теперь все быстро замешивают до однородности долго мешать не надо просто чтобы вся бука смочилась водой и этого достаточно тесто очень простое как видите отлично вот в таком виде отправлю его в духовку полотенце накрыл чтобы она не перезвихала а лампочку включил чтобы тесто было тепло оставлю его на час час прошел немного с тестом поработать стол смазал растительным маслом ведь она уже подошло тесто нужно сложить несколько раз как тут я растягиваю и складываю сначала одну сторону потом вторую причем не нужно сильно его мять чтобы не сильно выдавливать из него на весь газ нужно чтобы этот газ желательно остался в тесте потому что дрожжи на при избытке углекислого газа она начинает работать по не по уксусно-кисловому выражению а по спиртовому и вот этот спиртовый запах нам в этом тесте сейчас вот нужен очень уберу его в духовку еще минут на 40 может быть может быть на час тесто готово можно приступать воду уже пора греть для начинки у меня будет фарш из смеси говядины и свинины его надо приправить солью и перцем и перемешать булочки можно формовать как вам удобно это абсолютно не важно я вот делаю таким образом и начинка не обязательно но я сделаю с начинкой у меня как вы видели фарш и будет сыр еще сыр выбирайте какой вам нравится и в таком же духе с остальными булочками поступаем вода кипит приступаем сюда сюда булочки в кипяток секунд на 20-30 не больше знаете вот такой способ формовки булочек из ленточек на мой взгляд позволяет не заморачиваться с обязательным защипыванием всех краев чтобы вода внутрь булки не попадала мне кажется так проще ну и перед отправкой булочек в печь смажу их яйцом и присыплю крупной солью соль и немного как я рассказал крупный духовка у меня уже разогрета до 180 градусов выпекаться не будут минут 35-40 верхний и нижний нагрев но все духовки пекут по разному поэтому вы ориентируетесь конечно свою ну и долгожданный момент пробы видите какая начинка да сыр можно было конечно побольше положить в принципе но и так нормально так что касается теста знаете да как обычное хлебное тесто но солью сверху как будто вот его солью посыпали сверху так вот крупинками это классно я считаю и хрустящая корочка мне нравится что касается начинки не ставьте гаделька можно конечно мне был добавить лука чеснока еще что то но я хотел почувствовать чистый вкус и здесь неяркость начинки неяркость мясо нивелируется на мой взгляд яркостью сыра которого можно было положить побольше это как мне кажется очень неплохая основа для экспериментов здесь как один из вариантов можно было увеличить время ведения теста но вести в холодильнике тогда пористость была бы значительно более мелкая поверхность была бы более так и надутая гладкая сейчас она как видите слегка бугалистая и вот эти трещинки такие там где расползалось тесто они выглядят очень красивые короче пробуйте экспериментируйте осваивайте огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты всем пока и и и и и и